Маленькая Софья в своей семье садится за фортепиано, находит общий ритм с музыкантами, которых знает всего пару минут и заставляет публику картиной галереи Artlicore встать, достать телефоны и включить режим видеосъемки. Она не просто играет то, что запомнила на уроках в детской музыкальной школе искусств города Солигорска, Республики Беларусь, а на самом деле получает удовольствие от всего происходящего, хлопками отчитывает ритм и тем самым заставляет зал аплодировать. Софья сегодня играла впервые с музыкантами, то есть они не знакомы до этого, то есть буквально саундчек был в течение одной минуты, они поняли, что играют и все. Девочку, конечно, не знали, и сегодня первый раз встретились, и в принципе достаточно были удивлены, и не только я, но и все музыканты, потому что достаточно уникальный ребенок, который появился. Детскому музыкальному конкурсу может позавидовать любой зарослый представитель эстрады. В шюри народный артист России, композитор и заслуженный деятель искусств Максим Дунаевский, артисты высокой сцены Дмитрий Ларионов, Полина Орбах. В зале родители, которые переживают больше, чем дети, преподаватели юных музыкантов и их концертмейстера. Дети сами очень хотят, им нравится выступать, что наловаться уже некогда, уже в процессе, и просто максимально пытаешься его как-то энергетически поддержать. Всегда есть какие-то нюансы, ну, есть такая поговорка, пределы совершенствования нет. Танцы разной направленности, чтецы, что следуя друг за другом, то заставляя зал смеяться, то затаит дыхание, вспоминая войну. Игра на гуслих, флейте, фортепиано, гитаре, и это уже не столько конкурс, сколько концерт. Это конкурс, но и как концерт, но не так кажется. То есть соперников для меня вот тут вот просто нет. Я считаю, что побежденных все равно нет, потому что, как говорил замечательный режиссер Раун Быков, дети всегда талантливые. Пушкины ведь в области, в Подмосковье, наиболее продвинутые в плане учебы, детей, музыкальной школы, колледжа, очень продвинутые вот, и во всех конкурсах, которые есть в области, и не только в области, все российские, пушкинские ребята всегда выделяются. Победители участвовали в праздничной мистерии «Симфо-джаз», которая происходила тем же вечером в картиной галереи «Арт-ликор», которая теперь уже больше известна как «Джаз-клуб». Вы знаете, вот на меня, в принципе, все дети произвели впечатление. Они все талантливые, безусловно. Кто-то еще должен наращивать свое мастерство, но я всегда не за победу, а за участие. В следующем году мы очень надеемся, что этот конкурс официально обретет статус областного. Дети, которые победят на этом конкурсе, получат возможность участвовать в конкурсе «Синие птицы». В этом году мы конкурс, смотр-конкурс, сдвинули на конец мая, для того, чтобы победители конкурса успели попасть во второй отборочный цикл конкурса «Синие птицы», потому что мы являемся с братом преподавателями, наставниками этого конкурса. Джаз по своей сути – это классическая музыка, которую однажды сыграли так, как чувствуют, забывая обо всех правилах на свете. Сыграли так, как сегодня играла девочка 7 лет – Курлович София, Республика Беларусь. Алексей Суходольский, телеганал Твой.